севастополь самой природы и создан для базирования флота здесь такое огромное количество глубоких удобных для стоянки судов бухт заливаются экскурсоводы от науки но при этом мало кто говорит о титанических сооружениях прошлой цивилизации сооружениях которые сегодня мы повторить не в силах гуляя по любимой набережной мы не задумываемся даже кто выложил мощные бетонные укрепления по периметру бухт а ведь глубина их основания доходит до 5 метров я расскажу вам о старых картах об некоторых бастионах севастополя и об их роли в операции под условным названием затопления кораблей только лишь посмотрев на эту карту каждый скажет севастополь корабли это места затопления кораблей вот и название знакомый селистрия князь константин императрица мария то это затопленные корабли но немногие представляли себе что южная бухта это сердце крепости звезды отсюда повисло где мамой пошло неприступный севастополь внимательно рассмотрев карту поразилась одному факту карта датирована 1830 неизвестным годом а корабли будут затоплены спустя 15-20 лет в 1854 ругая себя за подозрительность близкую к паранойи я решила отнести это насчет ошибки секретаря переписчика но странности на этом не закончились по исторической версии суда затоплены для того чтобы перегородить неприятелю назовем так французов и англичан перегородить им вход в бухту но судя по карте часть судов ничего не перегораживая спокойно стоят у причала вдоль а не поперек бухты это императрица мария ростислав и четыре парохода на этом фрагменте владимир фрегат когул варна брик тизей и брик птолемей стоят спокойно у причала но остались еще героические великий князь константин три святителя силистрия и гудеил они это точно перекрывают бухту но это лишь на первый взгляд на самом деле мы видим обычную стоянку когда судно пришвартована к огромному металлическому поплавку так называемой бочки вокруг бочки может собираться даже несколько судов два или три судно бросает якорь и оказывается как бы на растяжке между бочкой и своим якорем это обеспечивает относительную неподвижность в море бочка в свою очередь закреплена жестко на так называемом мертвом якоре та же картина на этом фрагменте карты где стоят суда париж с храбрый двенадцать апостолов чесьма святослав коварна а вот перед вами сегодняшняя карта бухты севастополя с указанием стояночных бочек если мы соединим их линии поперек бухты то мы получим направление так называемых затопленных кораблей то есть когда их топили по версии историков они должны были стоять в ровную линеечку и для того чтобы вести прицельный огонь по этим судам их необходимо зафиксировать судно должно стоять на бочке забросив для растяжки свой второй якорь вот тогда как говорится стреляй не хочу правда в таком случае расстреляны и эти суда будут болтаться вокруг неподобляемой бочки и красивая схема заграждения бухта останется только на бумаге ну добро бы если бы нам рассказали что в деревянных бортах судов прорубили отверстия металлических открывают кингстоны или или же заложили пороховой заряд и взорвали это бы выглядело еще как-никак правдоподобно но нас уверяют что корабли были расстреляны из собственных береговых батарей но тут возникает вопрос почему в случае наши береговые батареи не могли расстреливать вражеские суда зачем нужно было топить наши поэтому я прихожу к выводу что никакого затопления не было в основе карты затопленных кораблей лежит обычная карта стоянки кораблей сделанная по заказу накануне войны есть даже такая версия что перед нами схема построения судов к бою и в таком случае береговые батареи должны были поддерживать их своим огнем а теперь я хочу вам показать что артиллерийский огонь с батареи севера и с юга и так защищал бухту наилучшим образом батареи вели огонь в течение всей обороны и были разрушены по свидетельству многочисленных источников занявшими город французами александровская батарея к началу войны это никакие там земляные насыпи а бастионное укрепление казематного типа расположение этого комплекса общеизвестно артиллерийская бухта за пляжем хрустальный на территории яхт клуба качев это стратегическое место конечно было использовано во время второй мировой войны на сегодняшний день возможно обнаружить только следы былого укрепления только следы но разрушена она была в крымскую войну что из себя представляли укрепление александровского форта мы можем увидеть по сохранившейся михайловской батареи на последнем снимке мы видим михайловской батареи на фоне константиновского равелина то есть огневые точки укрепляющий вход в бухту находились в зоне прямой видимости очень близко друг от друга а вот что пишут о николаевской батареи она представляла собой трехъярусный каземат длиной более 450 метров это была самая большая приморская крепостная батарея россии того времени покидая южную сторону защитники города пытались взорвать форт но взрыв причинил ему только незначительные повреждения но но и понятно в январе 56 французы взрывают форт да так что после этого остаются только груды развалин сегодня остался только нижний ряд из трех рядов николаевской батареи это приморский бульвар батарея константина на входе в бухту вот скажите как можно с такого расстояния не защитить вход в бухту а теперь давайте посмотрим бастионы и батареи по периметру севастопольской бухты именно они сопровождали в крымскую кампанию каждый вражеский корабль константиновская батарея 94 орудия михайловская батарея 77 орудий четвертая батарея 47 орудий 12 апостольская батарея 20 орудий парижская батарея 20 орудий святославская батарея 17 орудий павловская батарея 34 орудия николаевская батарея 105 орудий место затопления кораблей первая линия батарея номер восемь шестьдесят два орудия александровская 56 орудий это есть та батарея руины которой я показывала в начале батарея номер 10 59 орудий это карантинная бухта как видите самое сильное артиллерийское покрытие именно в месте затопления кораблей каждая береговая батарея как мы видим была оснащена несколькими десятками береговых орудий орудия береговой батареи это не корабельные пушечки которые нам представляют в экспозиции музея это гораздо более мощные орудия поразившись в очередной раз силе разрушения в 19 веке подчеркнем очевидное бухты севастополя были защищены фортификационными сооружениями в такой степени что делали город неприступным с моря и затопление кораблей как стратегический шаг выглядит абсолютной легендой и все остальные разговоры о том был ли флот устаревшим и были ли адмиралы дальновидными становятся просто излишними приведу вам комментарии к фильму призрак флота меня всегда удивляло мнение моих дедов когда я в учебниках читал о затопленных кораблях севастопольской бухте они яростно возмущались утверждая что это вранье и ведь мой прадед был военный морской офицер служивший севастополе как раз во времена нахимова устная традиция не подвержена цензуре я склонна верить этой информации вообще же если посмотреть на эту картину более объемно то кажется очевидным история потопления собственных же кораблей написано по той же методичке что история сжигания галлами собственных городов и как частный случай того история сжигания москвы москвичами еще из комментариев вот что интересно а что если к сказанному в ролике приплюсовать внезапное появление у японцев огромного флота ведь по-моему у пуль снегопада был ролик об этом он удивлялся откуда у крестьянской по сути отсталой островной страны такие технологии такое количество металла вот так то кому-то достались трягущий ветер винджам мэры торговый флот а кому-то перепали военные суда базировавшиеся на востоке тогда получается что наша история совсем близко к нам владимир отмечает в своем комментарии то что мы с вами только что видели весь крым был обрамлен звездчатыми крепостями все уничтожены что не подвластно никакой корабельной артиллерии еще интересный комментарий зачем вообще всем обязательно нужен был севастополь а потому что там были верфи на которых строили эти корабли они не только флот угнали они и доки разбомбили чтобы не строили в будущем имеет ввиду это вполне вписывается в исторические события если вспомнить что захватив индию британцы вывезли оттуда не только скажем драгоценные камни в рюкзаках у солдат но и всю текстильную промышленность с оборудованием и запасом сырья светозар считает что поводом для осады севастополя послужило уничтожение османской эскадры кораблей стоявшие в бухте синопа тут нельзя не вспомнить такой факт турецкие мореплаватели звали адмирала ушакова ушак паша но ты же прямой отголосок того что в некогда единой империи как бы ее не называли и флот тоже был единым распад единой ассии на государство приводит к распаду единого флота армады чтобы воспрепятствовать попыткам воссоединения каждая из сторон уже прививает новую рель новую религию византийское православие россии римский католицизм англии и османия на пороге исламизации есть претензии высказаны что нету ссылок на официальные документы но поймите друзья если бы были реальные доказательства того что флот угнан то дела компенсациях давно уже лежала бы в суде далее вы справедливо обратили мое внимание на то что в литературе зачастую французов и англичан называют союзники союзники были поражены что что русские затопили свои корабли это совершенно неграмотно с точки зрения русского языка и я бы даже сказала провокационно союзники это те кто заключил союз в данном случае француз называет англичанина союзником и наоборот но для русских это супротивник супостат тот кто стоит против тебя но автор учебного материала называют союзниками врагов надеюсь что это оговорка а не иллюстрация поговорки на варе шапка горит начинают вырисовываться картины каким был севастополь до этой войны величественные каменные бастионы прекрасные набережные мы уже увидели на этой гравюре британского офицера изображен док для ремонта судов вода с помощью системы шлюзов отводится из бухты и наполняет ступенчатый бассейн судно входит в док и швартуется на верхней площадке столбики к нехты для швартовки интересно что совсем не видно металлических конструкций похоже это период той виртуозной работы с камнем которую сегодня с юмором называют каменным веком античный херсонес тоже не всегда был таким обугленным и засыпанным галькой оказалось что в 1853 году в разгар крымской кампании из херсонеса в санкт-петербург вывезли ценности которые заняли целый состав огромный мозаичный пол который вы как раз видите на этой гравюре разрезали на квадраты и вывезли мозаика пролежала на складах петергофа около десятка лет а сегодня выставлено в римитаже в зале афин так что на вопрос каким он был севастополь отвечу односложно обыкновенный античный город высоких технологий гравюраль мало а и Продолжение следует...